Юрий Ткачук, представитель Губопика МВД Беларуси, рассказал в недавнем интервью, что они считают Украину недружественной страной, хотя к 2020 году перенимали от её силовых структур опыт. Для начала Ткачук рассказал о задаче его отдела – находить и ликвидировать все деструктивные массы в обществе. Также это касается и телеграм-каналов. Есть деструктивные каналы и чаты, где требуются деструктивные действия. Найти их – наша основная задача, сказал Ткачук. Он подчеркнул, что такие граждане очень удивлены, когда их арестовывают, потому что они верят в свою анонимность. Также это относится к людям, которые зазывают людей исполнять план под кодовым названием «Победа». Начальник управления Губопик отметил, что правоохранительные органы Беларуси перенимают украинский опыт с 2014 года. В частности, был проведен анализ угроз для республики, в том числе угроз от торговли оружием с территории соседней страны. Безусловно, были приняты некоторые меры и усилены оперативные позиции, чтобы предотвратить такое массовое проникновение незаконного оружия на территорию Беларуси, добавил Ткачук. По его словам, действиями во время событий на Украине в 2014 году руководили фанатики. Поэтому в Беларуси было уделено этому внимание. На этих людей легко повлиять, и они могут руководить некоторыми деструктивными силами. В 2020 году были приняты все возможные меры, чтобы ситуация в Украине не повторилась. «Украина считается для нас враждебным государством. Конечно, они проявят халатность, проигнорируют незаконную торговлю оружием на своей территории и, возможно, не воспрепятствуют переправке нелегальных товаров на нашу территорию», – сказал Ткачук. Он также заявил, что Губопик, среди прочего, отреагирует на попытку незаконной торговли оружием с территории Украины и не допустит проникновения деструктивных сил на территорию Беларуси. Накануне в Беларуси были задержаны силовики, которые в 2020 году призвали своих коллег сообщить о насилии и выступить против него. Подполковник Сергей Шпак и майор Андрей Дичко оказались в СИЗО КГБ. О задержании Шпака написала его родственница, ученая Татьяна Водоларская. Сергей Шпак принял участие в видеообращении, отправленном офицерами запаса белорусской армии с призывом поразмышлять о том, что происходит в Беларуси. «Они зашли в квартиру с обыском, а потом позвонили поговорить, и он исчез. Мы узнали, что он находится в американке. Обвинений по-прежнему нет, зато есть дети, двое несовершеннолетних», – пишет Водоларская. Позже стало известно о задержании Дичко, в том числе от родственников. По словам правозащитников, он был освобожден из тюрьмы 17 июля, через 10 дней после задержания. Он подозреваемый, но по какой статье – неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok